Добрейший вечерочек, как говаривал один герой известного мультипликационного фильма. Ну а каким еще может быть вечер пятницы, тем более, когда вы встречаете его вместе с северным интерактивным шоу «Югра в твоих руках» и его ведущими, как всегда, стильной Марии Пуртовой. И, как всегда, обворожительным Димуре Апаликовым. Сегодня, как и всегда, самая актуальная тема, которой ну никак нельзя не обсуждать, острые сюжеты, мнения экспертов и, конечно, горячие народные новости. Устраивайтесь поудобнее перед экранами, но не расслабляйтесь, ведь вы можете стать полноценными участниками прямого эфира. Отвечайте на вопросы нашего интерактивного голосования, оставляйте комментарии в нашей же группе «Югра в твоих руках» в соцсетях, звоните нам и делитесь своими новостями. А прямо сейчас, без лишних слов, немедленно к делу, смотрите и не говорите, что не видели. Туда и дорога. А куда? Куда ведут многочисленные пароли легендарные и такие стратегически важные югорские асфальтированные артерии? А всегда ли они покрыты должным образом? Какими темпами строятся новые? Где на наших дорогах можно элементарно поесть, помыться, отрубиться и забыться? Узнаем в нашей программе. А судьи где? Насколько прозрачна власть судебная в Югре? Правда ли, что судьи-повершители работают, что называется, конвейерным способом? И где они сидят? Простите за каламбур. С чем югорское правосудие памятную дату встречает? Узнаем у наших экспертов. Господи, дед! Как дедушка внучика чуть жизни не решил? Кто вообще доверил, мягко говоря, нестабильному родственнику молодую поросль охранять? И почему сиделка не выпала за окна сам, если был так пьян? В Народных новостях. Улетели навсегда. Вот уж воистину крылатые качели. Сколько лет единственный оставшийся в живых детский аттракцион радовал детишек из близлежащих деревяшек. Иных уж нет, а те далече. Как в окружной столице внутри дворовые территории облагораживают в Народных новостях. Просто песня! Ну а вы в танцах. Югорчанка настолько поразила жюри знаменитого конкурса, что у Егора Дружинина проснулся реальный интерес к нашей благословенной земле. А мы тоже очень рады. Опять про Петрова и Васечкина вспомнили. Странно, не находите? Про Мигеля я вообще молчу. А в Народных новостях. И зеленый попугай. И впрямь. Только его не хватает. Смотрите сами. Рыси, соколы, медведи. Никто не прячется, а свободно прыгает, летает и бегает по югорским городам. Что происходит на свете? Да просто в Народных новостях. И как ни печально это констатировать, но на дворе уже осень. Время тоски, грусти и хандры, понимаете ли. А заодно, если верить в поговорки, и подсчета цыплят время. Под которыми, само собой, народная мудрость подразумевает так называемые дивиденды. Другими словами, осенью лучше всего подводить первые итоги года. Да? Сегодня предлагаю этим и заняться. И начать буквально с того, что лежит у нас под ногами. Я полагаю, мой коллега имеет в виду отнюдь неполезные ископаемые. Баннеры за нашими спинами не даст ошибиться. Сегодня, стало быть, говорим про дороги. Ох уж они оскомину в этом году набили. По центральной площади Ханты-Мансийска с мая месяца не пройти, не проехать. Все, что-то ремонтируют, да перекладывают, до сих пор никак закончить не могут. Я разделяю твое негодование. Тем более, что сам давний приверженец велосипедных прогулок и через площадь часто езжу. Однако, должен заметить, что к нашей теме это отношение не имеет. Это, я уж не знаю, к счастью или к сожалению, поскольку площадь дорогой-то не является. Так что претензия, уж прости, не по адресу. Но дороги в этом году в окружной столице точно так же без конца переклада. Впрочем, наша программа, как и Югра, охватывает территорию куда больше окружной столицы. Да уж, масштаб это про нас. Югра, регион громадный и без дорог тут никуда. Они у нас не просто элемент урбанистики, это в прямом смысле дороги жизни. В тех местах, где дорожного покрытия еще нет, существуют временные пути, зимники, реки. Так уж здесь повелось. Люди уже привыкли добираться домой на лодках, воздушных подушках, вертолетах, оленях в конце концов. Где такое разнообразие транспорта еще встретишь, как не в Югре. И ничего не поделаешь с этим особенностями северного климата. В связи с этим предлагаю такой интерактив. Лучшие дороги в Югре. Автомобильные, воздушные и лиричные. Ну, а пока зрители размышляют, почему мы практически в одинаковых с тобой рубашках. Нет, я не об этом. Пока они просто размышляют, я предлагаю всеобщему вниманию материал моего коллеги Константина Максимова. Который возьми, да и выбери, сделай свой выбор. Да, похоже он его уже действительно сделал. Точнее, не целый материал, предлагаю, а фрагмент из его же программы, по сути, которая вышла уже в эфир на нашем канале в эту среду. Передача представляет собой эдакий отчет об автомобильном путешествии по известной в округе трассе, который называется Северный широтный коридор. Давайте посмотрим. Здесь, в Советском, трасса разделяется на две дороги. И выбор между ними все равно, что между чаем и кофе в местной столовой, где кроме них и пирожков больше ничего нет. Одна трасса старая, на Таллинку. Она почти пустая, зато по ней можно быстро доехать. Другая новая, на Нягонь, там всего больше, ну и ехать дольше. Что выбрать, даже не знаю. Наш выбор пал на южную дорогу. Возвлечения тут и впрямь никаких. Разве что по сторонам посмотреть. Ну или обсудить с нашим водителем качество дороги. Ну как, Николай, вы оцениваете качество этой дороги? Так-то нормально. Хоть боком катись. Раньше говорят, она из плит состояла. Невозможно было ездить. Сплошная стиральная доска. Как на поезде прям. Стучали колеса. Томас сам, говорит, хороший был. До нижних полушарий мозга. Да-да. По этой дороге именно, что расход меньше. Что едешь и тормозишь постоянно на одной передаче. Что заметно. Лучше. Ваше личное мнение. Может ли со временем северный широтный коридор стать вообще автобаном? Ну, я думаю, что да, возможно. Здесь Свердловск, Чумень. Люди с севера стараются по этой дороге ездить. Ну, Екатеринбург, он же Свердловск. А Чумень также ездят. Возможно, да. Может. Ваши пожелания дорожным строителям? Ну, пожелания чего? Так держать. Продолжать строить дороги. А еще можно петь песни. Мы едем, едем, едем Далекие края Хорошие соседи Веселые друзья Тра-та-та Тра-та-та Однозначно Тра-та-та Нет, так дело не пойдет. Стой, тормози. Дорога здесь, конечно, хорошая, ровная. Не то, что раньше, но почти пустая. Мы же путешественники капризные. 200 километров по головой дороге ехать нам непривычно. Нам подавай комфорт. Поэтому я предлагаю немножечко вернуться и проехать по северной трассе. Напрямую от Советского до Нягани. Тем более, что эту дорогу совсем недавно достроили. У населенных пунктов там гораздо больше. Вот я предлагаю оценить, чего там есть, а чего нет. Поехали! Все-таки не вынуждено ретивое. Ну да ладно, торопиться нам все равно некуда. Сделаем небольшой крюк. Тем более, в Советском мы кое-что забыли. Остыл? Но не остыла наша решимость двигаться дальше. Наш путь лежит из Советского в Коммунистический. Какой артист пропадает в недрах аппаратки. Добавлю, что полную версию программы можно увидеть на нашем сайте. Или в Ютубе, ну или дождитесь повтора на телеканале Югра. А вторая часть выйдет уже на следующей неделе. Тоже, кстати, в среду. А я вот хочу обратить внимание подписчиков, оставляющих комментарии. Давай прочитаем комментарии. Да, да, хорошо, сейчас. Я так увлекся увиденным, что задумался, а не поехать ли мне по северному широтному коридору. У нас же интересует. И выяснить самому, ну конечно, лучшие дороги в Югре, да? Какие? Автомобильные, воздушные или речные? Итак, я же, собственно, написал. Может быть, они по этому... Может быть, поэтому на них так бьются, что они такие хорошие? А как ты проголосовал, кстати? А проголосовал я за автомобильные дороги. Да, проголосовал за автомобильные. Да. Так вот, мне отвечает Елена Макарова, которая говорит, что скорее нервный народ, который куда-то все время спешит, и если позволяет обороты на тачке, почему бы не обгонять препятствия, неважно какое качество дороги в этой ситуации. Но немножечко не о том был вопрос интерактива. Давайте посмотрим, что пишут другие. В Югре, кстати, хорошие дороги. Это точно. По сравнению с Санкт-Петербургом, особенно в отдаленных районах, где застройщики и администрации района вообще о людях не думают. Эх, Елена, вы еще в Волгоградской области на машине не катались. Екатерина Крепышева, ой, всегда рады, когда Катя нам пишет, у мамы сестра живет в Ханты-Мансийском районе, зимой по зимнику, летом по воде, в Распутицу просто никуда не выбраться. Почему не строят дороги в ближайшие к городам поселки? У Югры таких много. Пишет Артем Беспояско, геология, болото, так это надо у дорожников спросить. По сравнению с РФ, дороги очень даже вполне интересно написано, как будто Югра это не РФ. Но нет предела совершенству, расширять, строить развязки, сокращать путь. Маргарита Семенюк пишет о том, что пока она жила в Югре, не задумывалась о состоянии дорог. Если сравнивать, то в регионе дорожное полотно лучше, чем где бы то ни было. Хотя в Хмау встречаются районы, участки которых нуждаются в ремонте, дорожные участки. Ну и завершает этот интересный тред, про который я чуть не забыл. Спасибо, Маша. Строят, ремонтируют только федеральные дороги. Все, что в городе и в поселках, в ужасном состоянии. А 80% дорог – грунтовка. Советский район. Все, да? Да, все. А я вот хочу обратить внимание подписчиков, оставляющих негативный комментарий, что один из главных показателей качества дорог и эффективности принимаемых мер безопасности – это статистика дорожно-транспортных происшествий, которую я вот прямо сейчас вам возьму, да и приведу. Ну-ка, ну-ка. Ежегодная статистика с 2015-го включительно перед вами. Как видите, первые два года с момента начала нашего наблюдения ДТП происходили чаще двух тысяч раз в год. Ну и потом их число медленно, плавненько поползло вниз. В этом году, правда, всего за 8 месяцев их число пока и до тысячи не дошло. Однако большинство аварий, как мы понимаем, происходит в городах, где больше всего машин. Нас же в большей мере интересует ДТП на междугородных трассах. И тут цифры куда оптимистичнее. За 15-й год эта цифра по какой-то причине не посчитана, но зато потом все в полном порядке. В 2016-е и 2017-е годы чуть больше полутысячи. Ну и затем еще два года чуть меньше. В этом году пока и до трех сотен не дотянули. И слава богу, пусть их вообще больше не будет. Далее чуть более печальные цифры, а именно число пострадавших в этих самых ДТП. В 2015-е и 2016-е годы небольшое снижение и по погибшим, и по раненым. Затем небольшой скачок вверх, правда, только по умершим. Ну и потом снова медленное, но неуклонное снижение. К сожалению, меньше двух тысяч раненых в 2020-м получается только если посчитать аварии за 8 месяцев. Хотя, кто знает, может быть, этот сложный год в конце концов принесет нам чудо. И на дорогах больше никто не пострадает. Будем надеяться. Ну и напоследок про сами дороги, а точнее про их протяженность. Она в Югре, сами видите, трассы только регионального и межмуниципального значения. Почти три тысячи километров и почти столько же каждый год возводится зимников. Ну и как же не сравнить, у какого района дороги-то длиннее. На первом месте, внимание, Сургутский район свыше 600 километров. Далее Нижневартовский почти 500. Ну и далее по убывающей от 360 и ниже. На последнем месте скромно притаился Нефтьюганский район. Там таких дорог меньше 100 километров. Вот так. Ну что ж, коллега, по-моему, вывод очевиден. Раз и само число ДТП, и число пострадавших в них людей неуклонно снижается. Пусть даже не такими темпами, как бы нам хотелось. Это означает, что столь же неотвратимо улучшается и качество наших югорских дорог. В том числе и региональных, и межмуниципальных. Кстати, стало известно, что часть наших региональных трасс отремонтируют раньше запланированного срока. Планировали в следующем, но сделают уже в этом. Все благодаря дополнительному межбюджетному трансферу в цельный миллиард рублей. Деньги выделили в рамках нацпроекта безопасные и качественные, соответственно, автомобильные дороги. Новое покрытие обретут участки между Сургутом и Нижневартовском, между Нижневартовском и Радужным, Сургутом и Лентором, а также станцией Устье Аха и Уррай. Это из разряда позитивных новостей. Но дороги это зачастую еще негатив. Так уж случается. Вот, например, в Сургуте сейчас лихорадочно, стараясь успеть до первого снега, стараются ликвидировать обрушение участка трасс на одном из оживленных перекрестков. Старый канализационный коллектор дал протечку и вода смыл около трех кубометров песка, лежащих в основании дороги. На ликвидацию последствий было потрачено 6 миллионов рублей. Рабочим пришлось трудиться на 30-метровой глубине. Трубы вроде бы починили, однако похожая яма вскоре образовалась во дворе соседнего дома. В общем, канализационная система, похоже, нуждается, если не в полной замене, то в ремонте уж точно. Грустно все это, конечно. Модернизация требует много где требуется. В частности, как подметил мой коллега, взявшийся проехать весь северный широтный коридор, придорожная инфраструктура. И вот об этом мы поговорим сегодня с нашим гостем. Время экспертного мнения стучит в моем сердце. Встречайте в студии северного интерактивного шоу директор департамента экономического развития, заместитель губернатора ЮГРы Николай Мельки. Здравствуйте, Николай Александрович. Здравствуйте, присаживайтесь, пожалуйста. Здравствуйте. Про дороги, да про дороги. А вот скажите, пожалуйста, есть ли в окружном бюджете такая статья на развитие придорожной инфраструктуры? Хороший вопрос. Так. Просто повалили. Или это развитие идет само по себе? Ну, смотрите, давайте разберемся. Почему? Потому что тема интересная, потенциал огромный. Такой статьи в окружном бюджете нет. Есть мероприятия, которые запланированы в разных государственных программах. Но нам, как обывателям-то, хочется другого. Вот мы с вами выехали из пункта А в пункт Б, и, ну, я как водитель со штажем хочу, хочу, потребность есть такая, через каждые 50 километров остановиться. Немного статистики. У нас сегодня на территории Югры порядка 150 объектов придорожного сервиса. Это и автозаправочная станция, это и кафе, это и станция технического обслуживания. Сегодня вот в понятие не будем вдаваться, но теперь смотрите, это действующие. И порядка 150 находятся где-то в проектировании и в строительстве и в планируемых. Те, которые объекты есть и уже существуют. Они работают и функционируют. Сегодня мы сконцентрировались на другой задаче. Вот для меня, как для члена команды, которая отвечает за экономическое развитие, важно, чтобы это и губернатор ставил задачу, чтобы было коробочное решение. Мы все-таки хотим выйти на проектную инициативу и все, что касается новых дорог, делать вот понятную историю. Парк малого и среднего предпринимательства, комплекс придорожного сервиса. Когда на одной площадке есть автозаправочный комплекс, станция технического обслуживания. И кафе, и гостиница. И кафе, и мотель. Это вот то самое коробочное, о чем мы говорим. Да, совершенно верно. Все вместе в одном месте. Тема с огромнейшим потенциалом, но есть и проблемы, барьеры. Год назад мы провели первую стратегическую сессию с стейкхолдерами, с предпринимательским сообществом в Советском. Выявили барьеры. Барьеры какие? Вы знаете, чтобы к существующей трассе по нормативам сделать примыкание и условно въезд и выезд, это порядка от 20 до 30 миллионов рублей. Ну, малый бизнес, понятно, что это не осилит просто. Теперь, если мы говорим о желании малого и среднего бизнеса в том месте, где они видят, построить этот придорожный сервис. Нам главное найти вот это вот сбалансированное решение, где затраты, не надо тащить 10 километров линии электропередач. Условно, есть трафик на участке от пункта А до пункта Б, но нет возможности подключения. Или там привезти газ, или отвезти воды, или еще что-либо. Поэтому мы сегодня комплексно вырабатываем, пытаемся выработать коробочное решение, где это будет некая площадка, парк малого и среднего предпринимательства, где якорем, естественно, зайдет автозаправочный комплекс, потому что там и срок окупаемости гораздо быстрее, и затраты себе может позволить тот инвестор, который заходит, растянуть. А дальше уже задача правительства, и самое главное, мы здесь еще хотим активно привлекать муниципальное образование, чтобы вокруг это вот разрасталось в коробочное решение. Вот ты взял, я не знаю, там полгектара земли, построил мотель, но бизнес придет только тогда, когда будет синхронизировано решение, и понятны все сроки окупаемости. А вот я предприниматель, да, давайте замкнем на мне, ну, на конкретном. Ты собираешься, да, в эти коробочные решения? Ну, к примеру, я не коробочные, да. Нашелся инвестор. Договорились. Не нельзя. Ну, поддержку-то окажете. Поддержку. Так вот, какая поддержка будет? Ну, смотрите, обязательно будет поддержка имущественная. О чем мы говорим? Что земельный участок будет предоставляться, то есть, вот мы видим, что всю внешнюю инфраструктуру государство должно взять на себя, а предоставить земельный участок с точками подключения уже на земельном участке, если, условно, вы хотите там построить кафе или еще что-либо, или мотель. Соответственно, вы уходите от безумных затрат, больших затрат, которые связаны с внешним фактором. Второе, как вариант, это может быть предоставление земельного участка с отсрочкой платежа, что на период строительства вы строитесь, и после того, как вы вводите в эксплуатацию, начинаете платить там арендные платежи. Потому что наша задача, чтобы вы как можно быстрее реализовали инвестпроект, и пошел поток. Но в данном случае вы будете генерировать прибыль, если из кафе, из количества посещений. А теперь смотрите, что еще важно здесь синхронизировать. Почему я говорю, что это тема, которая, ну вот, мир по этой развивается. Сегодня от пункта А до пункта Б нет машин, завтра мы раскрутили туристическую тематику. И они пошли, да. Если случился еще один коридор, как мы сейчас выходим на Сведловскую область, и трафик пошел. Но мы должны быть к этому готовы, чтобы в любой момент уже в проекте предусмотреть съезд-выезд, внешняя коммуникация. И чтобы малый и средний бизнес пришел, вот тебе, пожалуйста, в конкурентной среде условия для всех одинаковые, строить дело. Это ресурс. И в первую очередь мы здесь рассчитываем на привлечение собственных инвестиций малого и среднего бизнеса, который у нас в игре. Я уже не говорю о строительстве новых мостов или вообще строительстве новых дорог. Там все это должно появляться, как грибы, мне кажется, после дождя. А что у нас, кстати, да, с введением новых трасс? Чего нам ожидать? В том числе и со стратегически важными мостами через ОПЕ. Какие планы? Ну, наверное, тут никакого секрета нет. У нас сегодня на выходе проект моста через ОПЕ в районе Сургута. Это жизненно важный проект, который необходим. И это проект не ЮГРЭ, а это проект Российской Федерации, потому что это соединение, в том числе, второй вход на Ямало-Ненецкий авторогольный округ. И здесь сегодня этот проект будет реализовываться со финансированием Российской Федерации и бюджета автономного округа ЮГРЭ. Вот так, однозначно. А по поводу новых дорог, это собираются строить? Конечно. У нас подписано соглашение и со Свердловской областью. Еще один выход. Сейчас не скажу точно населенный пункт. Это все, что касается Кандинского района. А там сейчас строится, скоро будет строиться от половинки до райцентра дорога. Какой-то большой проект такой, насколько я знаю. Половинку населенный пункт точно помню. Райцентр, как называется, вам не скажу. Урай. Все знает. А, Кандинский. Кандинский, да. Это редактор подсказывает, вот он точно все знает. А давайте теперь от стратегических совсем уж планов мы немножко отойдем и поговорим, пока у нас есть время, о особенностях дорог в разных югорских муниципалитетах. Раз уж мы начали в них путаться, да, они же все разные, не только названия, но и у всех какие-то определенные особенности есть. В том числе и вот особенности чисто, да даже климатические. Я вспоминаю эту трехплитку, с которой боролись-боролись, да, в Белоярском районе. Ведь мы же не знаем особенности некоторых дорог вообще в муниципалитетах. А чем они отличаются? Это же все сильно и влияет, конечно, и на способы устройства этих трассов. Ну, смотрите, я на самом деле не сильный специалист. Это вопрос вот такой профильный задали, но я попытаюсь на него ответить. Дороги бывают разных категорий. Бывают дороги регионального, федерального значения. И у нас такие дороги есть. Есть дороги регионального значения и дороги местного значения. Вот все, что касается между населенными пунктами, это дороги в большей степени регионального значения. У всех существуют свои нормативы. И обязанность власти поддерживать эти дороги в нормативах. Действительно, есть дороги, где получше качество, есть где похуже. Но тут же еще что важно отметить, что часть дорог, по которым сегодня, в том числе, мы, как вы, быватели, ездим, это дороги, которые сегодня не принадлежат, не входят ни в одну категорию. Эти дороги, так называемые корпоративные нефтяных компаний, которые в свое время были построены, а сегодня они в той или иной степени где-то передаются, где-то еще не передаются. Поэтому, когда мы говорим особенно о дорогах в плитах, ну, сейчас, какой же пример привести, я не знаю, это дорога от Лангипаса до Локасова в Сургутском районе. Эта дорога не входит ни в одну из категорий, она корпоративная, принадлежит одной из нефтяных компаний. И, соответственно, в момент передачи этих дорог, они должны быть приведены в нормативное состояние. Это тоже дело не одного дня, а это целая процедура. Здесь вот мои коллеги, наверное, с департамента дорожного хозяйства и транспорта более подробно вам дадут полный расклад. Дадут полный расклад, да. Нет, но мы их обязательно об этом спросим. У нас сегодня интерактив, кстати. Лучшие дороги в Югре, вот по вашему мнению, автомобильные, воздушные или речные? Надо было еще добавить корпоративные. Нет, к сожалению, а может быть, к счастью, не залазит в кадр. Вы знаете, если мы говорим нормативно о дорогах, дороги в Югре одни из лучших в России. Это правда, это оценка не меня как члена команды, члена правительства. Это эксперты говорят. Что касается водного транспорта, мы субсидируем наш водный транспорт для того, чтобы сохранить нормальную цену для наших граждан, для населения. Это тоже стратегия. Да, и мы идем, и мы меняем постоянно наш вод. Хотелось бы его менять быстрее, но, к сожалению, не получается одновременно. Что касается воздушного транспорта, опять же, вопрос больше коллегам. Здесь мы, вспомните, губернатор дала команду в 2019 году, мы собрались же опять в сессию, выслушали мнение наших граждан и пошли на изменение маршрутов и на субсидирование внутренних, 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 воздушных перевозок. Потом, к сожалению, у нас случился ковид и малонаселение начало перемещаться. Но здесь идеальной схемы никогда не бывает. Это гибкая ситуация, когда всегда нужен мониторинг. И я считаю, что дороги надо строить, развивать, поддерживать в нормативном состоянии и заниматься, опять же, придорожным сервисом. Потому что здесь мы видим огромный потенциал инвестиций. Что касается воздушного сообщения, тут будем, на мой взгляд, по потребности наших граждан, какие-то делать изменения, какие-то рейсы снимать, добавлять. А вот это хорошая точка. Небесные стихии контролировать трудно, но об этом мы поговорим, надеюсь, в следующий раз, когда вы к нам придете. А вот то, что на земле, контролировать очень даже получается. Спасибо, что пришли, мы вас ждем в следующую пятницу. В следующую пятницу. До свидания. Спасибо. Всего доброго. До свидания. Давайте-ка подведем итоги первого интерактива. По 40% позвонивших югорчан считают, что лучшие дороги в Югре – это автомобильные и воздушные. 52% ровно написавших югорчан считают, что автомобильные лучше. Перед тем, как перейти ко второй части нашего блока, хотел бы предостеречь наших зрителей от большой ошибки, которой стало бы переключение на другой телеканал. Ведь впереди ждет столько всего интересного. Господи, дед! Как дедушка внучика чуть жизни не лишил. Кто вообще доверил, мягко говоря, нестабильному родственнику молодую поросль охранять? И почему сиделка не выпал из окна сам, если был так пьян? В народных новостях. Улетели навсегда. Вот уж воистину крылатые качели. Сколько лет единственный оставшийся в живых детский аттракцион радовал детишка с близлежащих деревяшек. Иных уж нет, а те далече. Как в обружной столице внутри дворовые территории облагораживают в народных новостях. Просто песня. Ну а вы в танцах. Югорчанка настолько поразила жюри знаменитого конкурса, что у Егора Дружинина проснулся реальный интерес к нашей благословенной земле. А мы тоже очень рады. Опять про Петрова и Васечкина вспомнили. Странно, не находите? Про Мигеля я вообще молчу. В народных новостях. И зеленый попугай. И впрямь только его не хватает. Смотрите сами. Рыси, соколы, медведи. И никто не прячется, а свободно прыгает, летает и бегает по югорским городам. Что происходит на свете? Да просто в народных новостях. А судьи где? Насколько прозрачна власть судебная в Югре? Правда ли, что судеб-вершители работают, что называется, конвейерным способом? И где они сидят? Простите за каламбур. С чем югорское правосудие памятную дату встречает, узнаем у наших экспертов. И к народным новостям. Мы постарались собрать для вас все самое интересное, что произошло за неделю. Пусть и малоприятное подчас. Но что делать такова селяви, как говорят французы. Вторую программу подряд мы вспоминаем о реалиях французских. Не влюбился ли часом автор сих опусов? Очевидно, влюбился в жизнь. Жизнь любит и герой нашей первой народной новости из Сургута. Хотя пока, во всяком случае, этого не осознает. Так как еще маленький. Ему всего пару лет. По иронии судьбы, именно столько же и грозит тому, кто чуть не решил ребенка возможности жить дальше. А именно его собственному дедушке. Да уж, как говорил Киса Воробьянинов. Да уж. С классическим героем современного объединяет то, что оба в пьяном состоянии совершали уж совсем несуразные поступки. Соседи престарелого чудака заметили, как тот держит дитятка за ноги в окне пятого этажа. На помощь пришел свежевызванный на ариатлонт и вызвал ребенка в итоге. Вот как комментируют ситуацию в полиции. Поднявшись на пятый этаж, полицейские взломали дверь в квартиру и обнаружили двухлетнего ребенка, спрятавшимся испуганным в одной из комнат квартиры. Он прятался под сушилкой для белья. Дед мальчика находился на кухне. Он был с явными признаками алкогольного опьянения. В настоящее время жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает. Он находится с матерью. В отношении 63-летнего родственника мальчика возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью первой статьи 119 Уголовного кодекса Российской Федерации. Это угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью. Оригинальным образом решили покончить со старьем и хламьем в одном из дворов окружной столицы. Вот только в списке хламья оказались старые, видавшие по всему не одно поколение детские качели. По улице Конева, пишут подписчики небезызвестной в городе группы, снесли то немногое, что оставалось после глобального разрушения старой детской площадки. Оставались только качели, и теперь не будет и их. В комментариях горожане строят версии, среди них расследование УНФ о том, что конструкция небезопасна, а следить за ней никто не хочет. Вот и решили убрать с глаз долой, кто вовсе заботился судьбой уже своей детской площадки, а то мало ли снесут чего недоброго и ее. Мы решили пойти дальше, вернее ниже по треду в группе типичный ханты-мансис. Так, что мы здесь видим? Писал вот, что ответили, что УНФ провели инспекцию и признали ее небезопасной. В итоге не выяснили, кому она принадлежит, и снесли. Просто никто не хочет следить за ним. Так, ну это мы уже будем повторяться. Оценил ваш юмор, опасные такие подложные дойки, ЖКУ, и вот тут целый холивар развернулся. Так, кто-то называет нехорошим словом. А вот официальная группа Югра ВКонтакте пишет ответ администрации Ханты-Мансиска. Добрый день, мы проводим проверку, о результатах сообщим дополнительно. Виктория, здравствуйте. Судя по вашему описанию, лично от Одесской площадки, которая была демонтирована вместе со снесенным аварийным домом по улице Чехова, район рынка Лукошка в 2019 году. Касательно Чехова-62А, малые архитектурные форумы признаны аварийными по результатам проверки, прошедшей при участии представителей Департамента городского хозяйства и Общероссийского народного фронта. Вот так. К слову, коммунальная весна уже случилась на улице Заречная, затем последовала осень, потом и зима. Но это как водится. Теперь вместо площадки там бурьян, и дети в нем резвятся, пишут в комментариях. Заколдованная планета какая-то. Ну что же, можем сказать, мы будем следить за развитием событий. Как только снесут еще одни качели, мы обязательно про это расскажем. Едем дальше? А вот жительнице Сургута нужны были садовые качели. Она их буквально вожделела. На известном сайте объявления она нашла качели своей мечты за 23 целых тысячи рублей. Оплатила товар, а качели в саду так и не появились. Злоумышленники пропали сразу после перевода денег. А житель Хантамансийского мечтал по пятницам ходить в свою собственную баню. Увидев объявление о продаже Сруба, обговорил все детали покупки с продавцом и скинул аванс. Ничего себе аванс, 100 тысяч рублей. Ну, однако, в итоге ни Сруба, ни денег. Продавец оказался мошенником. По всем эпизодам возбудили уголовные дела. Виновных ищет полиция. Теряются не только деньги, но и люди. Но это как водится. Грибной сезон еще не закончился, и любители подосиновиков и лисичек все чаще блуждают в лесах. Так, 16 сентября в Кандинском районе, в лесном массиве поселка Дальний, заблудилась 79-летняя женщина. Поисковый отряд обследовал территорию общей площадью 50 тысяч квадратных метров и прилегающей дороги протяженностью 6 километров. Женщину, к сожалению, так и не нашли. Если вы вдруг тоже скоро отправляетесь в лес, то наденьте хотя бы яркую куртку, зарядите и пополните баланс телефона. Предупредите родных о своих планах, запоминайте дорогу и примечайте ориентирами. А лучше оставайтесь дома. Грибы сейчас можно купить в любом магазине. Да, нужно быть осторожнее. Медведи, белки, барсуки, лисы, кого только не встретишь в югорских лесах. Например, в пригороде Сургута уже неделю гуляет рысь. Ее заметили грибники и туристы. К началу зверь просто прогуливался, агрессию не проявлял. Но через пару дней эта дикая кошка передавила на дачных участках гусей и кур. Один из дачников вызвал таки службу отлова. Как казалось, рысь совсем не дикая, не лесная, а домашняя. Пока ждали специалистов по отлову, за зверем приехал хозяин и забрал хищника домой. Перед хозяевами курта хоть извинился. Кто виноват. А кто виноват был в этой перепалке, так и не выяснилось. Двое выпивших друзей решили выяснить отношения прямо на пешеходном переходе в Сургуте. Мужчины стояли на зебре достаточно долго. К счастью, все обошлось. И, по всей видимости, разрешилось мирным путем. Через некоторое время они все-таки перешли дорогу. Прямо стояние в югре такое. Умная и талантливая растет в югре молодежь. 18-летняя танцовщица из Нефтьюганской Арина Ахметова поразила своим танцем жюри на известном телевизионном проекте «Танцы на ТНТ». Девушка растанцевала в стиле контемп и прошла в следующий этап. Желаем Марине удачи и будем ждать ее следующего выступления. А также Егора Дружинина в гости. Тут-то мы и узнаем, как он умудрился практически не измениться со времен съемок легендарного фильма про Петрова и Васечкина. Мы тоже очень рады. На этой неделе еще один югорчанин стал известен на всю страну. Это главный хирург Сургутской окружной и клинической больницы Владимир Дарвин. Его наградили медалью за заслуги перед Отечеством второй степени президент России Владимир Путин. За многолетний труд в подготовке квалифицированных специалистов в своей области. Говорим же, что в югре все приобретает иной смысл. Попробует теперь кто-то пошутить про фамилию Дарвина. О как! А сейчас не переключайтесь. Потому что во второй части программы вы вот что увидите. А судей где? Насколько прозрачна власть судебная в югре? Правда ли, что судеб-вершители работают, что называется, канвиренным способом? И где они сидят? Простите за Коломбо. С чем югорское правосудие памятную дату встречает? Узнаем у наших экспертов. Все никак у меня не идет из головы мысли про иных героев наших народных новостей. Вот если, например, с мошенниками, вот с теми все понятно, они негодяи. По определению их судить надо. То как быть с тем же дедушкой? Там-то ситуация наверняка сложнее. Там индивидуальный подход нужен. Ну да. Как, впрочем, наверное, и к доброй половине дел, которые рассматривают наши суды. А то и ко всем. Ты не поверишь. Все дела и рассматриваются в индивидуальном порядке. И учитываются при этом все обстоятельства. Сегодня, думаю, мы в этом убедимся лично. Так уж вышло, что на этой неделе исполнилось 22 года со дня образования управления судебного департамента ЮГРЫ. Чем не повод поговорить о работе этой структуры? Заодно и других имеющих отношение к правосудию. Да, повод прекрасный. Жаль только, что тема эта мне почти не знакома. Чего я только не познал за годы своей журналистской карьеры. Бестящая журналистская карьера. Не надо. Сглазишь. А вот это как-то вот упустил. Увы мне, увы. Ну ничего, думаю, сейчас ты не один в такой ситуации. Многие телезрители тоже наверняка не в курсе, чтобы как-то тебя утешить. Предлагаю следующий интерактив. Он сегодня звучит так. О работе судьи я знаю все, ничего. Ну или я сам судья. Да, кто-то не в курсе, а кто-то скажет, и слава богу, что не в курсе. Ну такое дело. Вот последний ответ, как вы понимаете, с подвохом. Вы можете быть просто справедливыми по жизни и проголосовать за этот вариант. Номер телефона на ваших экранах. Звонок для всех мобильных операторов совершенно бесплатный. Как и по номеру нашего прямого эфира. Звоните, рассказывайте интересные истории, свидетелями которых вы стали. Выслушаем с большим удовольствием. А прямо сейчас в эфир «Югры в твоих руках» готова ворваться наша недавняя коллега Надежда Леонтьева. С недавних пор она стала сотрудницей судебного департамента. И теперь горит желанием просветить нас с тобой, Димурии, а заодно и телезрители относительно работы судебной системы. Итак, Надя. Здравствуйте, Димурии и Мария. В народе есть очень мудрое русское изречение. От тюрьмы и от суммы не зарекайся. Это вовсе не означает, что все могут оказаться на скамье подсудимых. Но призывает человека к бдительности. И сегодня каждый из нас может оказаться в ситуации, где единственный выход – это суд. К примеру, жилищные вопросы. Скажем, сосед вас заливает сверху. Или же семейные неурядицы, где, например, делят имущество при разводе. Или же банальное, когда человек вышел из дома, сел в свой автомобиль, и вдруг его резко подрезали. И, соответственно, тоже случилась аварийная ситуация на дороге. И таких примеров очень и очень много. И никто от этого не застрахован. Поэтому правовая грамотность еще никому не помешала. И знать, куда обращаться, всегда необходимо. В холле первого этажа окружного суда в Ханты-Мансийске находится информационный киоск, где любой желающий может прийти и ознакомиться с тем, что здесь есть. Так, например, можно узнать, как выглядит список дел. Вот, к примеру. Мы можем понимать, что здесь сегодня слушается. Либо посмотреть график работы. Здесь все видно наглядно. Или же узнать, какие у нас есть суды в регионе. Вот, все это, все демонстративно видно. А сейчас только что закончилось в этом зале заседание суда. Я могу сказать, что здесь находятся у нас судьи. Здесь секретарь суда, прокуратура и участники этого процесса. Понятно, что здесь будет сидеть подсудимый. Могу сказать, что в окружном суде работает 53 судьи и 113 государственных служащих. А сейчас мы с вами находимся в отделе судебного делопроизводства. Хочу отметить, что вот эти дела уже рассмотрены окружным судом. А эти две больших тележки только поступили на рассмотрение. Добавлю, что с начала года более полутора тысяч рассмотрено уголовных дел и около пяти тысяч гражданских. Димури, Мария. Да уж, внушительный объем. Однако, дела нынче судебные возят тележками. Да, но кроме шуток. Вот ты сказала, недавняя коллега. Недавних, как и бывших, не бывает. Красивая женщина в красивом красном пиджаке с красивым красным микрофоном. Да, наши недавние коллеги, они теперь везде, в большинстве из сфер. Ну и работать легче, и, в общем-то, зрителям полезнее. Да? Согласна. Итак, о работе судей я знаю. Все, ничего, сам судья. Ну, с последним, мы уже определились с последним вариантом. Что пишут? Что печатают? С гуманное решение суда надо еще как-то побороться. Ну, не оставить адвокатов без заработка. Это как цепная реакция. Из одного суда мы переходим выше и выше, дабы доказать свою хоть какую-то часть правды. Пишет Елена Макарова. Анастасия Мазурина. Очень, кстати, Анастасии вас рады вновь здесь читать. Я знаю, что люди, работающие в судах, и совсем неважно в каком регионе, везде работают круглосуточно. Нет, ну, с таким количеством дел. Так оно и понятно. Работа сложная. Нужно быть всегда включенным в процесс и уметь брать на себя ответственность. Конечно, это же законно, и это по силам далеко не всем людям. Клавдия Присавских пишет, что сталкивалась несколько раз с судом, работают все без нареканий. Причем у меня было и простое дело, и сложное в нескольких заседаниях со спорными моментами. Все решилось очень даже быстро и адекватно. Ну, а вот Лариса Матвенко пишет, что не сталкивалась с судебной системой, и лучше никому с ней не сталкиваться. Это такое зацикленное начало. Ну, такие комментарии сегодня. Ну, судя по обилию комментариев и их стилистике, народ в судах разбирается не особо. Иронизируешь, да? Да ничего, мы для того и работаем, чтобы заполнять пробелы и к нашему экрану ходить. Итак, начнем с АЗОВ. То есть расскажем, какие у нас вообще есть суды в регионе. Итак, самый первый, самый главный суд Ханты-Мансийского автономного округа Югры. Одна штука. Арбитражный суд Югры. Одна штука. Районы и городские суды – 19. Ну, и участков мировых судей по нашим городам и весям раскидан аж 78. Ну, и немного подробностей об их работе. Ну, вот, например, городских и районных судов за шесть месяцев, в 2022 году. Всего судей на 19 участках числится 183. На начало отчетного периода за ними числилось 1367 незакрытых дел. За полгода поступило еще почти 3000 дел. Закрыто за этот же период почти 2500 дел. Ну, и осталось, наконец, в полугодие 1786 дел. Давайте-ка посчитаем. Давайте-ка посчитаем. Закрыто дел 2408, а судей 183, да, человека. Таким образом, за полгода в среднем каждый из них закрыл 13 дел. И осталось еще примерно по 9,5 дел. Я вот не судья, не могу судить, много это или мало. Ну, так давай дадим слово тем, кто может судить, пробил час суда. Шучу. Экспертного мнения. Встречайте. Встречайте в студии Северного тракции на вашу судья судах Атамасийского автономного округа Югры Мария Анатольевна Куликова. Добрый день. И чуть попозже к нам присоединится заместитель начальника управления судебного департамента Югры Юрий и Медель. Давайте пока мы с вами и начнем. Здравствуйте. Подождем в гости. Как в том фильме, помните, классическая, небольшая техническая неправа. Добрый вечер. Итак, расскажите нам, пожалуйста, об устройстве судебной системы в округе. Потому что люди часто путаются. Да чего уж греха-то эти мои журналисты частенько этим грешим. Судебная система многоинстанционная, да, то есть у нас не один какой-то суд существует. Это в любом государстве так придумано, чтобы были какие-то суды, вышестоящие инстанции, которые могут проверить правильность вынесенных решений и устранить сомнения лиц, участвующие в деле в каких-то ошибках, которые могли быть допущены. У нас существует система мировых судей. Есть районные городские суды, есть окружной суд, который выступает судом, апелляционные инстанции по отношению к районным судам. Ну и сейчас еще появился кассационный суд. Я сбилась. Сколько это всего получается? Еще и верховный суд, а точно. Четыре или пять. Нет, много очень судов. Очень много, да? Да. Ох, как бы в этом всем разобраться-то. Ну, для этого есть юристы, которые помогают. В общем, для этого мы сегодня сюда и позвали. Давайте попробуем дальше. Чем занимается судебный департамент ЮГР? Ну, на этот вопрос отвечу я, как заместитель начальника управления. Основная наша задача – это обеспечение деятельности наших судов. Если брать изначально, кто такой судья? Носитель судебной власти, да? Вот. Наш суд, он независим. И судьи тоже независимы. Они не подконтрольны никому, они никому не подчиняются. Неисполнительные и незаконодательные власти. Соответственно, судья должен заниматься только чем? Отправлением правосудия. И для этого, естественно, предназначено управление судебного департамента. Проще говоря, всю финансово-хозяйственную, социальную, правовую, бытовую деятельность судов. И кадровую. Да, и кадровую, конечно же, работу берет на себя управление судебного департамента. Этим мы и занимаемся. Ну, и, конечно же, мы работаем в тесном взаимодействии с органами судейского сообщества, которые входят там различные инстанции, о которых я потом позже вам скажу. Такой вопрос. Я не знаю, может, он немножечко наивный, но он наверняка в тему. Вот такое понятие, если уж мы о кадрах заговорили, такое понятие, как молодой судья вообще имеет место быть? Или чтобы стать судьей, нужно, не знаю, судья за 50 – это нормально. А вот, например, судья 40-летний. Такое бывает? Конечно. Да? Конечно. У нас есть... И моложе? Есть и моложе. Есть и моложе. А какой самый молодой в Югре судья? Ну, такой статистики, к сожалению, я не отслеживал. Но я думаю, что не 30 лет – это уже есть судьи, которые работают на мировых участках. Да. По закону можно с 25 лет становиться судьей, но реально, как правило, становится ближе к 30 годам. А у вас большой опыт, Мария Анатольевна? 12 с лишним лет. У меня чисто судейского стажа, то есть я достаточно давно работаю. Ваша очередь. Наша очередь. Вот, если не ошибаюсь, сейчас один из самых популярных, если можно так выразиться, поводов для обращения в суд – это алименты. Скажите, пожалуйста, по способу их взыскания что-то изменилось? Изменилось. И существенно изменилось. У нас с 1 октября 2019 года были внесены серьезные изменения в процессуальные законы. И в том числе как раз поменялась подсудность дела взыскания алиментов. То есть если мы все привыкли, что дела взыскания алиментов рассматривают мировые судьи, то сейчас мировые судьи рассматривают только, вернее, не рассматривают, а выдают судебные приказы о взыскании алиментов на содержание несовершеннолетних детей. То есть это ситуация, когда отсутствует спор о праве. А во всех остальных случаях нужно уже обращаться в районный городской суд, например, в Мегионский городской суд, в Мегионский районный суд, который будет рассматривать и дело о взыскании алиментов, и об уменьшении размера алиментов, и об увеличении размера алиментов. Такая ситуация. Я так понимаю, что суд по старой доброй российской традиции, даже еще и советской, скажем, всегда в этом вопросе становится на сторону матери. Закон, скорее, просто-напросто на стороне получателя алиментов. Поэтому здесь не то, что суд становится на сторону, закон таков, который предписывает родителям содержать своих детей, точно так же, как когда дети вырастают, они должны содержать своих родителей. А у вас сейчас на рассмотрении много таких дел? Достаточно, достаточно. Вот как за год поменялась подсудность, все чаще и чаще такие дела приходят к нам на апелляцию. А почему это коллега так вас заинтересует? Мы никак не можем от этого вопроса уйти. Я углубляюсь в тему. Я понял. Давайте немного уйдем. Вот какие вообще изменения в процедуре судебного производства за последние годы произошли? Самое серьезное изменение – это создание кассационных судов общей юрисдикции. Раньше кассационная инстанция у нас тоже существовала. То есть мы рассматривали дело, например, в районном городском суде, потом можно было его обжаловать в апелляционном порядке в окружной суд. И дальше можно было подать дважды кассационную жалобу. Можно было подать кассационную жалобу в президиум окружного суда, и можно было дальше обратиться еще и в Верховный суд Российской Федерации. Но вот эта процедура кассационного производства, она неоднократно критиковалась Европейским судом по правам человека, поскольку основаниями для отмены судебных постановлений были только какие-то существенные нарушения, какие-то экстраординарные, исключительные обстоятельства. А сейчас кассационное производство стало максимально доступным для граждан, поскольку достаточно правильно написать кассационную жалобу, причем там требования несложные, даже можно самому обратиться к кодексу и составить. Оплатить достаточно небольшую госпошину, 150 рублей для граждан госпошина составляет, подать жалобу в срок, и, соответственно, жалоба будет точно рассмотрена судом, если вот эти вот, в общем-то, несложные требования соблюсти. Наш суд, это 7-й кассационный суд общей юрисдикции, он расположен в городе Челябинске. Кто-то может, наверное, сказать, что... Далековато. Да, не совсем близко, а далековато расположен 7-й кассационный суд, но на самом деле проблема территориальной удаленности судов, она уже давно решена в нашем законодательстве. У нас с 2013 года предусмотрена возможность участия в судебном заседании посредством видеоконференц-связи, только нужно заявить об этом соответствующее ходатайство. Заранее нужно это сделать. Ну и, кроме того, наши жители, граждане всегда могут свои документы, свою позицию как-то довести до суда в письменном виде. Прогресс не стоит на месте. Смотрите, как причудливо тасуется колода. На вариант «я сам судья» 0%. То есть люди не знают, что ответить на этот вопрос. Я к чему клоню? Вот суд присяжных, где заседают люди, которые к судопроизводству, к отправлению законодательства, как вы сказали, отношений не имеют. Они просто зачастую руководствуются, в том числе и эмоциями. Как у нас этот орган, он вообще работает успешно? Применяется ли тут такой? Я специализируюсь на рассмотрении гражданских дел. Но я знаю, что существует проблема с формированием коллегии присяжных. И, конечно, мы, суди, заинтересованы в том, чтобы граждане как-то более активно свою гражданскую позицию высказывали. Поучаствовать в отправлении правосудия в качестве присяжного – это все-таки наш гражданский долг. Поэтому это я даже просто как судья по гражданским делам могу сказать. Юрий Анатольевич, в среду Вашу структуру отметила 22 года со дня начала работы. Наш традиционный журналистский вопрос. Каких показателей удалось достичь за это время? Конечно же, это формирование органов судейского сообщества и работа с ними. Оказание содействия судам, нашим районным, городским судам. Это самое главное, для чего мы предназначены вообще. И за что нам платят денежные содержания. В управлении созданы различные отделы, такие как отдел тылового обеспечения, это отдел кадровой, государственной службы и отдел организационного права обеспечения деятельности судов. Все эти отделы занимаются как раз-таки и работой, и оказываются действия нашим судам, районным и городским. Созданы у нас органы судейского сообщества. Конечно, они все регламентируются федеральным законом. И применительно к нашему автономному округу у нас тоже есть конференция судей, совет судей, квалификационная коллегия судей, экзаменационная комиссия и общие собрания судей. И управление судебного департамента тесно взаимодействует со всеми этими органами судейского сообщества. Мы работаем с ними. Мы вхожи в эти органы судейского сообщества. Принимаем активное участие в обсуждении. И, конечно же, все показатели, которые сейчас у нас положительные имеются. И мы, кстати, на самом хорошем счету в судебном департаменте при Верховном суде Российской Федерации. И мы, думаю, что не на последнем счету. И оценку нам, конечно же, дает и окружной суд в том числе, арбитражный суд. И у нас никаких проблем не возникает. Мы идем тесно во взаимодействии с нашими судами и работаем только на благо нашего судопроизводства. Люди суд уважают, некоторые даже боятся. А вот разве эти мои сомнения? Я слышал, что при фразе «встать, суд идет», в общем-то, можно и не вставать. Это правда? Это не совсем так. В любом процессе есть определенный порядок поведения в зале судебных заседаний. Когда суд входит, действительно, все присутствующие должны вставать. Когда суд оглашает свое решение, приговор, тоже все присутствующие должны стоять. По крайней мере, по гражданским делам обращения к суду идет предельно уважительный, уважаемый суд. Вот на этой предельно уважительной точке мы закончим сегодняшний разговор. Я поздравляю вас с памятной датой. Я уж не знаю, как желать вам успехов, не желать. Я тут немного... Приходите к нам еще. Да, что касается уголовных дел, конечно, лучше было бы поменьше. Будем разбираться подробнее в других темах. Это действительно так. Это действительно так. Спасибо. Будем общаться. Югра в наших руках. Всего доброго. До свидания. Всего доброго. До свидания. Опять быстро скоротечена наша программа. И подходим к итоги второго интерактива. О работе судьей кто что знает. Ну-ка. По-прежнему 67% позвонивших югорчан ничего не знают. Но у нас 82,76% югорчан, написавших, ничего не знают. Но сам судья 6,9%. То есть в интернетах люди охотнее признаются... Что они сами себе суди. Да, что они сами себе суди. Ну и напоследок. Позволю все-таки себе ввернуть афоризм, который, как мне кажется, подходит к нашей сегодняшней теме. Апелляция это когда вы просите один суд проявить неуважение к другому суду. И только лишь суд времени может быть абсолютно беспристрастен. Концовочку это я уже от себя добавил. Как всегда, глубоко копайте, коллега. Ну а мы с вами прощаемся до следующей пятницы. Как всегда в 19.30 на телеканале Югра. До новых встреч и новых тем. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова